Нынешний год только начался позитивные изменения в сфере поддержки демографических трендов уже работают в нашем регионе. Семьи Тверской области начали получать единое пособие в повышенном размере с 383 до 565 тысяч рублей. Увеличен максимальный размер пособия по беременности и родам. Минимальный размер этого пособия после роста МРОД также стал больше и теперь составляет порядка 88 тысяч рублей. Что еще изменилось, на какую сумму, расскажем прямо сейчас в нашем сюжете. С 1 января 2024 года изменился размер единого пособия на детей и беременных женщин. Это связано с увеличением прожиточного минимума. Отметим, что прожиточный минимум на детей в нашем регионе 14 687 рублей. Важно, что теперь пособие по уходу за ребенком до полутора лет сохраняется, даже если родитель выходит на работу из декрета досрочно. С начала нового года изменился размер единого пособия на детей и беременных женщин в Тверской области. Единое пособие устанавливается в размере 50, 75 или 100 процентов от прожиточного минимума на ребенка в Тверской области в зависимости от нуждаемости семьи. При продлении пособия, как и при первичном назначении, специалисты проверяют доходы и имущества семьи, чтобы определить ее нуждаемость в поддержке. Напомним, что пособие назначается тем семьям, доход на одного человека в которых не превышает прожиточный минимум на душу населения Тверской области. А это 14 989 рублей. При этом количество объектов недвижимости и транспорта не должно превышать установленных норм. Для единого пособия установлен единый день выплаты, это третье число каждого месяца. В связи с тем, что в феврале этот день попадает на выходной день, выплата будет произведена получателем кредитных учреждений 2 февраля. Те граждане, кто получают выплату через почтовое отделение, получат выплату в новом размере в соответствии с графиком доставки. Размер единого пособия беременным женщинам, вставшим на учет в первые 12 недель, назначается исходя из величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, который в 2024 году в Верхневолжье составлял 16 338 рублей. Подать заявление на оформление единого пособия можно на портале госуслуг, в МФЦ или в любой клиентской службе СФР. Продолжение следует...